Привет всем, это канал MBS Electronics и я Олег, а также моя помощница электронная кошка Рокси. Рокси, да ты у меня электрическая кошка. Из Китая прислали мне новые приборы на обзор и поэтому сегодня мы с вами вернемся к теме мультиметров, измерительных приборов. Вы меня спрашиваете в комментариях будут ли еще видео по Ардуино и Протеусу. Конечно, друзья, эти видео будут. Дело в том, что я болел довольно сильно с температурой 38,5, может даже и выше. Была у меня какая-то фигня, может быть это модная болезнь, поэтому не выкладывал видео очень долго. И потом после окончания этой болезни, когда все стало более-менее нормально, нужно было сделать определенные усилия, чтобы снова войти в рабочий ритм. Сегодня у нас обзор довольно интересного и стильного приборчика вот такого, который пришел ко мне вот в такой коробочке. Начинаем. Прибор поставляется вот в такой простой картонной коробке без особых изысков. Прибор, собственно, начального уровня, это базовая модель. На коробке написано что-то вроде два в одном. Детектор напряжения с функциями мультиметра. На своем сайте musbench.com я разместил про этот прибор небольшую статью, ссылка будет в описании, там вы можете посмотреть его технические характеристики. На коробочке вкратце перечислены основные функции, то есть то, что может делать этот прибор. Измерять постоянное и переменное напряжение, частоту, сопротивление, делать звуковую прозвонку цепей, как и любой мультиметр. Но основная его фишка, это, конечно, бесконтактный датчик напряжения. Он здесь работает гораздо лучше, чем в других мультиметрах. Об этом чуть позже. Кроме того, он измеряет температуру окружающей среды и есть встроенный фонарик. Давайте откроем коробку и посмотрим, что же там внутри. Стандартные щупы, как на обычных мультиметрах. Отверточка, такая забота о пользователе, отверточка пригодится для того, чтобы менять батарейки. Футляра или чехла в комплекте нет, в отличие от более продвинутой модели. Кстати, она мне тоже пришла, скоро будет ее обзор. Собственно, здесь у нас в коробке сам прибор, щупы и инструкция. Инструкция на двух языках, на китайском и на английском. Хотя, кто у нас читает инструкции? Иногда бывает довольно полезно почитать руководство, даже к самому простому прибору. Например, вот здесь в картинках наглядно показано, как и что можно измерять этим прибором. Наверное, если бы я увидел где-то в магазине вот этот приборчик, то я бы не сразу понял, что это мультиметр. Так он ложится в руку. На передней панели у нас всего три кнопки для управления прибором. И вот здесь, в нижней части, в донышке, у нас разъемы для подключения щупов. Батарейный отсек находится на задней стенке. Элементов питания в комплекте не оказалось. Пришлось сходить в магазин, купить батарейки. Зато в комплекте была отверточка для установки этих батареек в отсек. Черный подключим гнездо, обозначенное COM, то есть общий. И красный мы подключаем во второе гнездо. Всего у нас два гнезда, три кнопки. И здесь светодиод фонарика. Еще вот такая пимпочка. Для чего она нужна, мы увидим позже. Включается прибор. Просто нажимаем на кнопку. Не нужно ее долго удерживать, как у других приборов. Все, прибор включился. Прибор сразу показывает температуру в комнате. Вот видите, как жарко у меня здесь, в моей квартире, в Турции. Когда вы держите прибор в руке, он тоже нагревается. И вот эти показания растут. Корректные показания температуры окружающей среды будут, если вы просто положите приборчик и оставите его на какое-то время, не будете его касаться руками. Иначе, естественно, корпус маленький у него, и прибор нагревается от ваших рук. Вот такой дисплей, обычный черно-белый жидкокристаллический дисплей. Однако, можно включить подсветочку нажатием и удерживанием третьей кнопки. Вот этой кнопки. Удерживаем, и появляется подсветка. С включенной подсветкой все прекрасно видно, замечательно. И одновременно включается вот здесь светодиод фонарика. Он не сильно яркий. Потребляет он не очень много электроэнергии. Поэтому даже со включенной подсветкой проработает довольно долго, учитывая, что у нас используются два элемента ААА, то есть 3А. Здесь мы видим значок часов. Это означает, что включен режим автовыключения прибора. Коротким нажатием кнопки включения можно активировать или деактивировать режим, вот этот режим автовыключения. Значок часов пропал, и теперь прибор у нас не будет выключаться сам. Он будет все время включен, пока мы не выключим его вот так явно. Полностью автоматический режим. Давайте посмотрим, насколько быстро мультиметр измерит мое сопротивление. От пальца левой руки к пальцу правой руки. 5 мега ом. Сопротивление мое. Посмотрим, как прозвонк сработает. Ничего не переключаю. Сейчас я измеряю сопротивление. Тут же я могу замкнуть щупы, и мы должны услышать звуковой сигнал. Видим, что есть некоторая задержка. Я уже практически использовал этот мультиметр для прозвонки цепей здесь. И, в принципе, я не переключал в режим прозвонки специально. Как-то меня устраивала вот такая задержка. Нажимая на третью кнопку, можно, так сказать, по кругу переключать другие режимы работы. Одно нажатие – это режим Live. К нему мы вернемся чуть позже. Нажимаем еще раз. И вот у нас просто ручной режим измерения сопротивления. Естественно, в ручном режиме измерение сопротивления происходит быстрее, потому что контроллеру прибора не нужно принимать решение о том, что мы измеряем. Он уже сразу знает, что нужно измерять сопротивление. Здесь у нас есть такая, так называемая, псевдоаналоговая шкала. Ну, собственно, она показывает весь диапазон этой шкалы. Это наши отчеты мультиметров. В данном приборчике 2000 отчетов. Соответственно, вот эта шкала – это 2000 отчетов на диапазон. Получается автоматическое переключение диапазона все равно. У нас диапазон мегаомы. Прибор может измерять до 10 мегаом. Получается, что вот эта шкала аналоговая, она у нас показывает также и момент переключения, вот этого автоматического переключения диапазонов. Явно у нас этих диапазонов нет здесь, но, естественно, что мультиметр в процессе работы, он переключает диапазоны измерения автоматически. Это происходит настолько быстро, что нет никаких задержек в работе. У меня есть вот какие-то резисторы. Давайте попробуем замерить их сопротивление. Очень быстро измеряет. Видите, резистор на 47 кОм. Фактическое сопротивление его 46,5. Интересно то, что даже в режиме измерения сопротивления прибор работает как прозвонщик цепей. Если сопротивление измеряемой цепи меньше 30 Ом, то включается звуковой сигнал. Давайте нажмем еще раз вот эту третью кнопку. Select она называется. Здесь появляется вот такой значок. Это уже конкретно сам режим прозвонки цепей. Это самый быстрый режим для прозвонки. В этом режиме нет вообще практически никакой задержки при прозвонке. Видите? Нажимаем на кнопку еще раз. Попадаем в следующий режим. Это режим измерения постоянного напряжения. Напряжение. Видите? Все измеряется очень быстро, практически мгновенно. 4,2 вольта. Аккумулятор полностью заряженный. Это в ручном режиме. У нас явно установлен здесь режим измерения постоянного напряжения. Давайте перейдем в режим авто. Нажимаем на правую кнопку до тех пор, пока появится слово авто. Попробуем замерить напряжение в полностью автоматическом режиме. Давайте еще раз. Так, где? Вот, наверное. В полностью автоматическом режиме, немножко, вот чуть-чуть, буквально на какую-то там долю секунды, есть задержка. Ну, понятно, что прибору нужно предугадать то, что мы хотим измерить. Что у нас здесь еще есть? У нас есть режим переменного напряжения. Пробуем подключить в сеть 220 вольт, вернее 230 вольт. У нас европейский стандарт здесь 230 вольт в Турции. 232 вольта, частота 50 герц в сети ровно. Если напряжение выше 90 вольт, то подсветочка у нас меняется на красную. Это оговорено в инструкции прибора. То есть, выше 90 вольт все будет красным. Нажимаем на правую кнопку, попадаем в режим лайф. Что такое режим лайф на подобных мультиметрах? Это имитация вот такой, помните, как есть у электриков такая отверточка с неоновой лампой, которой можно определить, где у нас в сети фаза, а где у нас ноль. В данном случае мы можем вот с помощью одного вот этого красного провода определить, где у нас в розетке фаза, а где ноль. При этом черный провод можно просто отключить от мультиметра, оставить только один красный провод. Вот, в правом гнезде розетки у нас фаза. В левом гнезде у нас ноль. Прибор ничего не показывает. Это у нас фаза. Кроме того, у нас в этом приборе еще довольно интересный режим NCV, то есть бесконтактный датчик напряжения или регистратор электрического поля переменного. Почему он показался мне интересным? А потому что у него два режима работы. Высокая чувствительность и низкая чувствительность. Включается режим NCV вот этой средней кнопкой. Нажимаем на нее и попадаем вот в этот режим. Это у нас сейчас low написано. Значит, это низкая чувствительность. Здесь у меня много всяких полей. Видите, подношу к ноутбуку вот на такое расстояние. Начинает мигать зеленая подсветка. И вот, когда вплотную подношу к экрану, а экран у нас излучает довольно интенсивно электрическое поле, матрица ноутбука, он показывает высокий уровень вот этого электромагнитного излучения, этих электромагнитных помех или наводок. Давайте еще раз нажмем на эту кнопочку среднюю. Попадаем в режим высокой чувствительности. Смотрите, как далеко я отошел. Где-то, наверное, больше метра от ноутбука. И начинаю приближаться к нему. Вот, где-то на расстоянии метра он начинает уже ловить. Вот, видите, насколько больше чувствительность. Антенка у нас вот она, здесь, рядом с фонариком. Телевизор не включен в сеть, поэтому он ничего не показывает. Интересно, что покажет моя кошка Рокси. Рокси, есть у тебя электрическое поле? Нет. Ноль. О! Что-то, что-то есть у него где-то здесь. Возможно, он ловит статику, когда я тру вот так по шерсти. Смотрите. Рокси, да ты у меня электрическая кошка. Скажи привет нашим зрителям. Нет, это бесполезно. Будите ее, когда она спит. Вот так, вот так. Моя электронная кошка, моя помощница. К сожалению, прибор не умеет измерять силу тока. Это один из его недостатков. Если вам уже, ну, прямо необходимо измерить силу тока с помощью этого прибора, то есть довольно простой выход. В общем случае, чтобы измерить силу тока вольтметром или милливольтметром, любым прибором, который не умеет измерять ток, вам потребуется просто резистор на 1 Ом, который вы можете использовать в качестве шунта. Подключаете этот резистор в разрыв цепи, в которой вы хотите измерить силу тока. Прибором измеряете напряжение на этом резисторе. Сила тока будет численно равна показаниям прибора в милливольтах. Какие можно сделать выводы, друзья? Конечно, этот маленький и красивый приборчик не является полноценным мультиметром, который заменит вам любой мультиметр в вашей лаборатории. Это скорее прибор для электрика, второй дополнительный прибор для электронщика. Я вот так его позиционирую. Для электрика, который обслуживает какие-то жилые помещения, или просто для домашнего хозяина, который сам что-то делает с электропроводкой у себя в доме, это замечательный маленький прибор, который не займет у вас много места в хозяйстве, который вы можете брать с собой. Вот именно для этой цели он очень удобен. Для поиска скрытой проводки, вот именно функция бесконтактного, беспроводного детектора напряжения у него работает, наверное, лучше, чем у любого другого мультиметра, на который я делал обзор. А я сделал обзор, наверное, уже на десяток мультиметров, если не больше. Вот как-то так. Наверное, на этом мы сегодня закончим видео про этот приборчик. Ссылку на него вы найдете в описании к видео. Читайте статью про этот прибор на моем сайте. Там все параметры, характеристики сведены в табличку. Подписывайтесь на канал MBS Electronics, друзья. А на этом все. До свидания. Всех благ, мира. Всего хорошего вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok